Итак, у нас сегодняшняя тема. Патогенные паразиты, грибки. Кто не болел разными видами грибковых заболеваний? От перхоти, молочницы и всё, что угодно, на теме экземы и так далее. Дерматиты, нейродерматиты. Так вот, если это всё было, у кого-то есть, кто-то знает, прекрасно понимают, что лекарственные средства, они никогда панацеей не будут, потому что причина-то не устранена. Это следствие. Врачи пытаются лечить только верхушку айсберга. Последствия, они проявляются на коже в виде пузырей, воспалений, шелушений. Это всего лишь проявления. Я хочу вам подчеркнуть, это внутренние заболевания. Системные, как правило. Конечно, грибков существует огромное великое множество. Более 500 видов зафиксированных различных дрожжевых, прочих и так далее. Среди, конечно, всех патогенных самую глобальную нишу занимает кандидоз. Недооценивать её нельзя, потому что, ну, в простонародье знают, как молочницу, хотя это соматит молочницы, это кандида полости рта. Кандидоз общесистемный – это более глобальное заболевание, которое поражает внутренние органы, которое в первую очередь поражает пищеварительную систему и кишечник. И дальше уже в виде проявлений могут быть где угодно. Это называется, конечно, системный кандидоз. И вплоть сейчас это уже установлено, конечно, и это до образования различных онкологических заболеваний. Это, в принципе, логично. К сожалению, в последние годы грибковые заболевания молодеют и болеют люди поголовно. Все аптечные лекарства, они, во-первых, дают колоссальное воздействие на внутренние органы, особенно печень и почки отрицательные. К тому же действуют они только временно, в лучшем случае. Скажем так, носители – это все. Но вот в активную форму проявляется, когда грибок берёт верх над человеком, вот примерно процентов 80. И тенденция идёт всего к увеличению. У детей также серьёзнейшее увеличение за последние 20 лет в несколько раз. Тут вина и пользование как раз противогрибковыми препаратами, потому что ведь вы понимаете, что штаммы грибов, они сейчас питаются теми препаратами, которые были там 20, 15, 10 лет назад, от них созданы. Вот отдельные особи убить можно. То есть то, на что направлена медицина официальная со своими сильно действующими препаратами, в лучшем случае, либо это мази крема – это только наружнее, да, а наружнее – это всего лишь, я говорю, вершина айсберга. Если это внутренние препараты, гормональные антибиотики, цитостатики, во-первых, это просто смертельно опасные препараты, во-вторых, они действуют только на отдельные особи, на группы, но на грибницу, на мицелии, не действуют. Грибницы, они могут прорастать куда угодно, понимаете, и в головной мозг, и в бронхи. Это как раз те самые вечные кашли, когда нет никаких других причин, если только не паразиты, о которых я рассказывал в своих больших вебинарах, которые есть у меня в блоге, вы можете посмотреть. И так они быстро приспосабливаются к грибковой инфекции, к лекарствам, очень быстро. И поэтому эффекта никакого нет. Помните, что то, что создала природа, а в природе есть различные вещества, в листьях, в стеблях, в коренях, в тех или иных видах растений, эта природа миллионы лет создавала, эффективно, потому что это и защищает тело растений от грибов, там есть те вещества, которые всегда действуют, и грибы к ним не могут привыкнуть, приспособиться, потому что природа всегда умнее человека, любых учёных, любых лабораторий. Поэтому она всё создала, нам надо только это знать. Разные виды грибов, они наступать могут совместно. Поэтому помните, если у вас есть молочница, это не значит, что у вас нету каких-нибудь там других нейродермидов и ещё каких-то видов грибковых инфекций, совершенно не значит. Более того, один наступил, иммунитет снижается, и не дай бог могут и плесневые грибы, не только дрожжевые, различные занять свою экологическую нишу. Понимаете? То есть это тоже очень важно иметь в виду. Грибы, они попадают в организм через продукты питания, в воду, через воздух, половым путём. Некоторые заразные формы, типа стрибующего лишая, рукопожатием, переносом на одежды и тапочки в бане, другие отделы чужих людей, это, пожалуйста, может передаваться. Особенно грибки попадают через повреждённую кожу и слизистые оболочки. Кожа неповреждённая. Это важный защитный барьер, как любые слизистые, начиная от ротовой полости и желудка. Если прошли грибки, защитный барьер, попали всё-таки в пищеварительную систему, попали через кожу повреждённую, они могут прижиться. Приживаются они тогда и берут верх над организмом, когда иммунитет ослаблен. А что это значит? Это значит, когда защитные клетки нашей макрофаги, лейкоциты и прочие иммунные клетки нашего иммунитета ослаблены, когда их мало, когда не хватает энергии и строительных материалов для того, чтобы организм их в должном количестве синтезировал, напечатал и чтобы они выполнили свою роль. А это происходит в свою очередь потому, вот такая ослабленность иммунитета, потому что мы ведём неправильный образ жизни. Микозы, они действительно грибковые инфекции, могут быть поверхностные, это мы знаем как проявление на коже, экземы и прочее, да? И глубинные грибы, они, помните, это редуценты. Что такое редуценты? Это разложители по латыни в переводе, то есть перерабатывают они органическое вещество до простых соединений, как, ну, например, в лесу деревья падают, вы знаете, это всё сгнивает, животное умирает, кто его не съел, из других пищевой цепи представителей, да? То оно постепенно разлагается, именно за счёт вот этих грибков в первую очередь, ну, конечно, и бактерии, тоже редуцентов, разложителей. Так вот, они только ждут нашей смерти, чтобы действительно нас утилизировать. Такова природа. Поэтому у нас действительно есть грибки, которые могут не причинять нам никакой до поры до времени беды, и пока иммунитет крепкий. Запомните, вот все эти наит, то, что оканчивается, да, гастрит, синусит, там, стоматит, всё что угодно, это всё грибы первичны. Это могут быть в различных органах, различные заболевания, которые путают там. Это всё от простуды, это ноги промочил, это всё, это всего лишь шаг, это как бы толчок для того, чтобы иммунитету дать ещё одну слабинку, и вот тогда грибы берут вверх. Запомните, это всегда изначально грибы. Если мы уберём каждый фактор, который отрицательно влияет на наше здоровье, вот чем больше мы их уберём, тем будем мы здоровее и меньше шансов, что болезнь возьмёт над нами вверх. Это надо обязательно учитывать. Итак, всегда в организме грибки живут, понятно, размножаются. Одни питаются пищей уже, другие питаются непосредственно из межклеточного пространства нашего организма. Многие живут в лимфе, что там есть питаются. То есть, короче говоря, микроорганизмы грибки есть у нас фактически везде. Значит, защититься от них можно только одним способом, если не давать им пищу и соблюдать, конечно, правила гигиены, ну и уж коли она болезнь взяла вверх, нужно тогда применить методики, натуральные, живые, хорошие, качественные методики, благодаря которым мы вместе с теми правилами, что соблюдение гигиены и обязательно переход на правильное питание хотя бы в период обострения, в период этой болезни, вот тогда мы можем победить любую, уверяю вас, абсолютно любую болезнь. Подход системный – это самая важная вещь, комплексный. Почему не получается победить болезни у медиков и так далее, как правило, вот эти? А потому что они видят только следствие. Цириаз, он, понимаете, внутри сидит. Цириаз, он не на коже, на коже всего лишь последствия этой болезни. Вот это важно понимать. Запомните, что если любое проявление на коже, какое-то есть, в виде каких-то шелушений, покраснений и прочее, это всегда, кроме если это вызвано химическими какими-то веществами, или специфическими химическими аллергиями, раздражениями, то это всегда будут изначально грибки, если только у вас не клещи кожные, вот эти, понимаете? И помните, что дерматологи – это специалисты узкие, они не могут подходить комплексно-системно, к сожалению, у многих не обладают люди просто знаниями в биохимии, в физических процессах, на стыке наук, то есть они знают только свое и действуют по, скажем, своим методичкам. Поэтому, собственно говоря, требовать от них этого нельзя. Есть чуть-чуть более высокого уровня специалисты – это дерматовенерологи. Вот к ним, в крайнем случае, если уж хотите, вот к ним можно обратиться, и то, уверяю вас, что они не понимают главную проблему, первопричину – это неправильное питание, которое приводит к вот этой зашлакованности организма, как следствие подавления иммунитета, то есть организм совершенно ему уже не до того. Он справляется каждый день, пытается справиться с более важной для него задачей – это выведение из организма накопленных и поступающих каждый день с пищей до по несколько раз в день, вот в результате которой этой пищи образуются гнойные токсины, и вот, собственно, вот этот гной как раз организм пытается вывести. Это первичная задача. У него просто не доходят руки и мобильных ресурсов всех для устранения тех или иных вот тех же грибковых инфекций. И ещё скажу вам так, что симбиотические вот эти микроорганизмы, да, родные наши, кишечная микрофлора, которая должна быть вживая и качественная у каждого человека, они не дают размножаться грибам. Вот если только среда организма здоровая и, очень важно, щелочная, у нас есть определённый PH наших всех сред организма, то есть кислотно-щелочной баланс. И он внутри у нас, кроме только вот желудочного сока и ещё нескольких наслизистых, да, например, внутри вологалища, там тоже кислая среда, потому что кислая она дезинфицирует. А внутренняя среда вся щелочная. Кстати, это ещё обусловлено как раз и говорит нам о том, какую мы пищу должны есть. То есть, конечно, щелочную. В здоровом организме примерно на 1 миллион симбиотических бактерий родных не должно превышать более одной клепки дрожжевых грибков. Вот тогда баланс сохраняется. И, собственно, если он нарушается, всё, грибок пошёл активнейшим образом быстро расти, он почкуется, многие почкования размножаются с огромной скоростью, то помните, что их отходы, отходы жизнедеятельности грибов, это мощные токсины и ещё сильные кислоты. Поэтому грибы в нас, они, если живут, они закисляют наш организм. Вот таким вот образом. Какие у нас причины грибковых заболеваний и поражений? Во-первых, в каких случаях, другими словами, организм настолько ослабевает, что грибки берут вверх? Конечно, это при гормональной интоксикации, при лечении гормональными средствами, противозачаточными вот этими. Да, это очень вредно для всех системы жизни наших органов и систем. Но, в частности, в этом случае тоже грибки активизируются. Конечно, антибиотики, прочие факторы, такие как химиотерапия, облучение и воздействие электромагнитных полей. Закисление организма важнейшая причина вообще болезни наших. Она как раз из-за неправильного питания. И закисление происходит из-за того, что токсины как раз закисляют именно грибковые токсины в нашем организме также. Конечно, если застой желчи, а желчи у нас щелочную среду имеют, и человек ещё мало воды при этом пьёт, нужна вода. 30 грамм на килограмм веса человека в день. Питание должно быть адекватное. В идеале это живое растительное питание. Продукты растительного всего происхождения. Их великое множество, которые не прошли термическую обработку. Конечно, ожирение организма шлакованность. Это вследствие грязной пищеварительной системы. Ну что это значит? Ну вот в толстом кишечнике оболочка 3 мм должна быть розовая. Всё, когда на колоноскопии смотришь. А она у людей почти у всех. 3-4 см слизи. Проростки тех же кандид грибов, уже мицелии белые. Каловые камни в складках до 300-400 штук. Вот что от того питания, что в основном люди едят, вот это вот всё хлебулочные изделия, молочные продукты, мясо и так далее, это всё образуется безусловно при гниении белков, при попадании белков в чужеродных агентов антигенов кровь. А они попадают всегда, потому что организм наш не может до конца белки все переработать. И часть их попадая в кровь, вызывает реакцию антигена антитела, известную в биохимии. В результате которой образуется, например, даже кадаверин. По латыни это трупный яд. Кадавер-труп. Значит, запомните, все кефирные, вот эти молочные грибные, чтобы больше не спрашивать, никогда не писать. Мне об этом пишут часто молочные. Это всё страшное извращение. Нельзя. Это те самые грибы, но которые могут заместиться в частности, и их уже будет вообще очень проблемным. К тому же они открывают возможность для дрожжевых грибков очень хорошо. Так что никаких дрожжей. Это иметь надо в виду. Сыр это вообще просто колоссальным образом провоцирует рост. Кандид, например. Ну а у кого уже, извините, экземы и прочее, о хлебе вообще забудьте. Если вы хотите выздороветь, гарантированно. Вообще забудьте. Грибки очень любят сахара, сладкие. Они просто глюкозой растворённой питаются в межклеточном пространстве, в тканях паразитюры спокойно его усваивают и размножаются активно. Поэтому сразу второе правило важнейшее. Кто хочет вылечить грибковые инфекции, забудьте о сладком хотя бы на период полного восстановления. Месяц, два, три, в зависимости от других факторов. Грибковая инфекция быстро не лечится. А кто-то не вылечится никогда. Так вот, если вы будете правильно лечить, вы сможете и за месяц, и за два вылечиться. Но для этого надо учитывать все эти факторы, о которых я говорю вам. Значит, кислая пища исключена должна быть. А кислая пища – это то, что закисляет организм наш. Это фактически почти вся варёная. Любые животные белки, мясо, курица, всё что угодно, закисляют страшно. Самые сильные закислители. Потому что азот – это мощнейший закислитель. Значит, грязный воздух, вода, плохая, конечно, экология – это всё то, что является теми факторами, когда иммунитет заслабевает. И плюс-плюс складывается, вот получается эта проблема. Значит, конечно, если болезни очень серьёзные, типа рака, диабета и так далее, то тут есть обратная связь. Многие грибки могут вызывать болезни, но если причина в другом, а у рака десятки причин, я тоже в своих лекциях об этом подробно рассказываю, может быть обратная связь. То есть в результате онкологии, других болезней, иммунитет в любом случае ослабевает, вот получается уже очень много гноя в организме, и, пожалуйста, в межклеточном пространстве всё начинается, грибки берут вверх, да где угодно, собственно. Говоря о гигиене, ну тут в двух словах. Помните, что индивидуальная обувь, общественные все эти бани – зоны риска. Это спортзал, встаёте в примерочный где-нибудь там ногой, понятое, босой. Ну ни в коем случае, просто надо с собой брать что-то. Плесень не должна быть в воздухе, чистые проветриваемые помещения и прочее. Понятно, что пути передачи могут быть разные, инфекции. При контакте с больным человеком очень многие виды переходят. Безусловно, вот те самые предметы гигиены, полотенца, расчески, да, постельное бельё, они вообще индивидуальные должны быть. Ну или семейные, муж, жена, то тут уж понятно, и лечение должно быть, если у женщины что-то есть, у жены мужа обязательно это будет. То есть лечить надо всю семью в идеале. Ну если дети в кровать залезают, как родители, значит и детей в любом случае тоже. Другие причины, попали в плесневелый какой-нибудь подвал пришлось, наглотались спор грибов, у вас однозначно часть может прижиться, влажная среда, пожалуйста, другие факторы какие-то, ослабевающий иммунитет, понеслось тоже. Ну и, конечно, болезнь эндокринной системы, там сбой гормональный, вот всё это может привести. Разберём с вами некоторые симптомы. Как раз признаки проявления грибов, то есть, что они есть у вас, например, газы, сдутие живота, но тут могут быть, конечно, и паразиты. Кстати, если есть паразиты в организме, различные черви, гельминты, то это не значит, что грибков нет. Безусловно, могут быть и они, и они, и в большей степени могут быть и они, и они. А вот тогда уже наш организм будет жить всё хуже и хуже. Значит, грибки, они просто выделяют много углекислого газа, надо понять. Потому что я знаю таких даже сыроедов, которые мне пишут, вот я на живом питании, всё хорошо, и вроде от гельминтов даже вылечился, а у меня газы просто невозможно. Вот это огромное количество, значит, грибков, если точно нет паразитов, и у вас правильное питание, конечно, у вас ещё может быть дисбаланс внутреннего микромира, то есть, наших симбиотических микроорганизмов, полезных, которые в основном в толстом кишечнике обитают, ну и в тонком тоже, если он чистый, нормально. Вот их может быть дефицит колоссальный под воздействием каких-то факторов, каких надо изучать. Но если не это, не это, то, конечно, это грибки. Зуд может быть в ухе, в любых местах, там, в голове чешутся пятки, чешутся спина постоянно, то меньше, то больше, через месяц меньше, потом будет. Это всё грибок, это точно есть, значит, если где-то чешется. Значит, изжога тоже очень сильный показатель грибов. Ну, конечно, это кислотность повышенная, желудка, может быть, даже. А почему она повышена? Это уж другой вопрос. Конечно, у кого она повышена постоянно, и кто любит потреблять в пищу мясо и молочные продукты, хлебобулочные изделия, конечно, изжога, да ещё пьёт мало при этом, неадекватно, то, конечно, и в этом. Очень важный показатель. Безболезненность очага поражения. Вот вы порезали чуть-чуть, вот уже кожа чувствует, посылает сигнал, больно. А тут, может быть, у человека с 5-рублевую монету больше, какие там 10 сантиметров, язвы, шелушённые участки, красные, воспалённые, человек боли не чувствует. Это гарантированно гриб, потому что он нервное окончание просто перегрызает. И вот, собственно, вы не чувствуете. Если долго мокрота, месяцами, а бывает, человек поболел, вроде у него прошло всё, вроде был бронхит или ещё что-то, а потом у него всё равно. Либо нет мокроты и сухой, но постоянный кашель дохает и дохает, очень сильный признак показатель. Или, наоборот, мокрота, но белая такая и тянется. Если она белая такая, слизеобразная и тянется, достаточно хорошо, это гарантированно гриб. Ну, стоматит, молочность, тут всё понятно, да, что вот эти творожистые выделения, во рту язвочки, это кандида, это системный сложный кандидос. Налёт белый на языке гарантированно грибы. Лимфа, потому что всю ночь собирает вот эти трубки, на языках выводит, потому что там тоже зона выведения. Вообще у нас их несколько, в том числе вот ротовая пункта. Значит, конечно, это может нервное истощение, плохая память, утомляемость, когда и паразиты, когда сильный организм зашлакован, и, конечно, когда грибы. Утомляемость, слабость упадок сил и уныние, депрессия и беспричинный, вроде бы, перепад настроения. И ещё очень интересный фактор – невозможность сбросить веса при диетах. Ещё, вагинальные, конечно, инфекции любые вагиниты, но всё это взаимосвязано. Значит, это может быть действительно снижение либидо, импотенция, вплоть до и таких проявлений. Всё, что может выступать за пределы кожи. Угорки, шелушения, чешуйки разного цвета, наросты, коросты – это всё грибки. Частое мочеиспускание, недержание – это тоже частые простудные заболевания. РЗУ, РВ, собственно говоря, это одно в другое переходит и провоцирует развитие грибов. Насморк, заложенный нос. Конечно, вот тот самый ректально-анальный зуд – это, если есть либо острицы из паразитов, червей, либо это грибки. Паховые любые проблемы, там дерматитов, сырязов в этих местах, в любых местах – это всё грибки. Грибки от ногтей, стоп, если что-то на них есть, ногти шелушатся, так сказать, жёлтый вид – всё это гарантированно. Грибки проявления. Перхоть, сиборея, всё, корочки на голове, лице – это грибки. Угри, прыщи – это всё тоже грибки. Общие принципы лечения грибковых и смежных заболеваний. Лечение сводится вот к чему. Это комбинация правильного питания, образа жизни с так называемыми пармофармацевтиками. Пара – это за пределами, то есть за… это параллельно. Это то, что от официальной медицины почему-то в стороне стоит, хотя, ну всё, извратили мы сейчас. Это без химии, а натуральными, природными средствами. Это ощелачивание организма, потому что все болезни так или иначе из-за кислой среды внутренней размываются, вымываются минералы щелочные, которые берутся на ощелачивание, чтобы кислотно-щелочной баланс привести в норму, какая природой запрограммирована. А кислотность, она всегда берёт на себя минералы, и значит, мы лишаемся важных минералов, значит, надо ощелачиваться. И местное лечение. И, конечно, это будет полный и правильный метод. Но вот вопрос, как, что, чего? Значит, убрать питание от грибов. Никакого сладкого, никакого мяса, курс определенный лечебный, зелень, больше живой пищи и ягоды. Самые сильные из них лесная голубика, морожка, черника, конечно, это клюква и брусника. Значит, очень серьёзные средства кокосового масла. Это сильное средство, оно убивает действительно дрожжи, ну, пробирки. Это щелочная вода, то есть, которую можно легко в домашних условиях сделать, приготовить. В идеале, конечно, воду пить, я рассказывал, какую, она должна быть лишённой неорганических минералов и, конечно, она должна быть 7,5 по аж или больше. Ну, и, конечно, она должна быть живой, то есть, там есть другие чёткие факторы, которые говорят, что это за вода. То есть, её можно измерить, померить, окислительные, восстановительные потенциалы, другие параметры. Хорошо. Гигиена, это я уже рассказывал, да, кондиционеры, это против гигиены, если их постоянно не дезинфицировать, не чистить. А вот озонаторы, только без присутствия животных в доме и, так сказать, в этих помещениях и людей, можно, это очень сильные дезинфекторы, озонаторы, конечно, очень сильные. Можно применять ультрафиолетовые облучатели и даже не выходить, когда через них воздух продувается. В медицинских учреждениях тоже применяются и такие продаются. Если на эвкалиптовый экстракт на ваточку класть в комнату тоже прекрасно. Ёготь, кстати, тоже дегтярный экстракт. Укреплять иммунную систему надо через питание, богатое витаминами и минералами, через зелёные соки, коктейли и прочее, что я говорил. Фукус уникальный и единственный поставщик вообще всех микро- и макроэлементов хилатной, то есть органической ионной форме в организме и не будет ни в одном элементе микро- и макроэлементе дефицита. Второе, это сок проростка пшеницы. Третий продукт спирулины. Спирулина применяется во время еды сок проростка и фукус до еды. Как применяется фукус? Что это такое? Для чего он нужен? Смотрите вот эти несколько видеороликов по фукусу. Конечно, очень важно иметь в виду, что отопительный сезон провоцирует. Почему осень? Во-первых, витаминов уже меньше, минералы в пище, у нас в основном варёные и прочее, в большую степень. Сразу фактор. Потом, отопление включают в сухой воздух? Плохо, конечно. Очистка организма необходима. Это уже по методикам. Значит, интоксикация от отмирания грибов, поэтому очистка нужна. Нагрузка на лимфопочки, снятие печени обязательно. Ну и, конечно, если у нас нарушено пищеварение, нужны пищеварительные ферменты и пробиотики. Пробиотики – это бактерии, родные нам симбиотические, бифидолакта и даже кишечные палочки, да, они не все патогенные. Есть наши родные, которые, кстати, синтезируют нам и В12 витамин, и очень многие аминокислоты, в том числе, незаменимые. Но другой вопрос, что у нас, как правило, все задавлено вредной патогенной микрофлорой фауной. Еще факторы важнейшие – это отсутствие стрессов. К тому же, нужно нормализовать отток желчи. Желочь не только запускает работу ферментов поджелудочной железы, и она же щелочная, она 8,6, это второй удар, то есть попадает через желудок к нам инфекции, вирусы, например, или бактерии, попадают в 12-перстную кишку, следующий отдел пищеварительности, где протоки желчи выходят и обрабатывают как на контрасте то кислота, а то сильная щелочь, и они уже погибают, понимаете? Поэтому отток желчи. Кстати, чеснок – самое сильное желчегонное средство, но имейте в виду, если у вас в желчном пузыре камни, например, 6, 7, 8 миллиметров, то желчегонные средства либо нельзя употреблять, либо очень аккуратно при контроле специалистов. Это надо иметь в виду. Значит, минералы, травы, питание – все понятно. И очень сильные средства – это чеснок, рен, редька, перец – содержат эти продукты, что я впечатляю, мощные антигрибковые средства, в том числе хвоя, а я делаю вообще хвойный коктейль уникальный. Это когда берется хвоя, она кидается в блендер, вода заливается, пол лимона, ну, на литр воды выжимается, туда мед можно добавить, когда вот с таким комбинацией с хвой. И получается в блендере зелень такая однородная, она процеживается через несколько слоев марли, получается зеленый коктейль, приятный, вкусный. И мощнейшее это средство против, а если туда еще несколько капель эфира пихты добавить, будет просто великолепно, мощнейшее антигрибковое средство. Ну, тут черемуха, мед, правда, не во всех случаях. Если серьезные кожные, когда я говорил, вообще сладостей никаких нельзя, нельзя и мед. Но прополис другой вопрос. Мыло использовать надо в этих случаях, в любых грибковых, и как профилактика иногда с кедровым экстрактом, гектарным, еловым, эвкалиптовым, прекрасно. Можно полоскать рот с содой, можно ванны с содой делать. Есть очень сильные еще растительные средства, кошачья кокоть, масло чайного дерева, по которому можно создавать в своей массе и так далее. Но, в частности, есть, конечно, и когда негде взять что-то, и препараты очень хорошие, в которых есть серо. А ведь дело в том, что страдают от дефицита и кожи наши, и ногти. Сера необходимый, очень важный минерал для этого. Ну, а теперь в завершение я хочу вам сказать конкретную методику лечения, пошаговую, связанную с потреблением препаратов из лечебных высших грибов, которые известны в мировой фунготерапии, подавляют рост низших, то есть вот этих грибков, микромицетов, дрожжевых, плесневых и прочих. Первый месяц я всё-таки рекомендую применить антипаразитарную полную комплексную методику, то есть терапию. Она рассчитана на один месяц для того, чтобы снять фактор воздействия паразитов. Я имею в виду червей, гельминтов любого вида рода. Дело в том, что если мы уберём паразитов из организма, то влияние и самих токсинов, которые вырабатывают, в том числе паразиты, будет меньше. Будет меньше потребляться из организма питательных, влажных веществ, которые паразиты, будучи в организме, потребляют за нас. И так далее. То первый месяц очень важен в данном случае при лечении грибковых поражений. Более того, частично некоторые компоненты антипаразитарной программы тоже действуют на грибков. Итак, что делать? Во-первых, посмотреть моё видео «Лисичка». Там я подробно рассказываю про этот первый месяц. Не забудьте обязательно употреблять в этот месяц в том числе свечи «Лисичка» и «Девятка Стоппразит». Вот этот препарат, жидкая фракция семи разных видов трав, комбинируя друг с другом вот эти грибные препараты и травы, получается самый сильный эффект очень широкого спектра. Это полная антипаразитарная программа на нашем сайте nadgar.ru Если захотите, сочтёте нужным, то, пожалуйста, можете её заказать полную. Второй месяц я всё-таки рекомендую следующий. Объясню для чего, предварительно сказав, что как закончите просмотр данного видео, посмотрите, не поленитесь моё видео «Гриб-дождевик». Дело в том, что этот дождевик является мощнейшим сорбентом, который вытягивает из организма тяжёлые металлы и радионуклиды, которые являются также причинами ослабления организма, дополнительной интоксикации, ослабления всех жизненно важных функций организма, и поэтому я рекомендую второй месяц пройти именно таким образом. За 30 минут до еды дождевик. Можно даже за 40 минут до еды, что лучше. По три капсулы три раза в день, то есть пять баночек на один текущий месяц лечения, вот этот на второй месяц потребуется. Второй препарат оставляем в шитаке по даму Саша-пакету два раза в день за 20 минут до еды. Пакетик отрывается, в рот высыпается порошок. Заранее приготовленный стакан воды на столе стоит. Вы немного налили в рот буль-буль-буль языком, перемешали, растворили, проглотили и допили этим оставшимся объемом стакана воды. Значит, желательно, чтобы это была, конечно, водородная вода. Ну а третий препарат, трутовик лиственничный, как и в антипаразитарной программе, по две капсулы три раза в день. Соответственно, три баночки на один месяц лечения, это за 10 минут до еды. Пять баночек дождевика, две коробочки шитаки. Это будет второй месяц. Ну а третий, четвертый и пятый месяцы, это веселка, шитаки, рейши. За 30 минут до еды водорастворимую форму гриб-веселка, кристаллическая форма в саше-пакетах. По одному саше-пакету два раза в день за 30 минут до еды. За 20 минут до еды. Шитаки. Вот растворимая форма, конечно же, кристаллическая. По одному саше-пакету два раза в день за 20 минут до еды. То есть, соответственно, две коробочки на один месяц потребуются веселки и две коробочки на один месяц шитаки при таком лечении. Ну а третий препарат, это рейши. По две капсулы три раза в день за 10 минут до еды. То есть, три баночки на один текущий месяц лечения потребуется, таким образом нужно будет делать в 3, 4 и 5 месяцы вот этого антигрибкового общего курса антигрибковой терапии. Дальнейшее лечение грибными препаратами потребуется или нет, трудно сказать сейчас. Это зависит от стадии поражения, от вида грибковых заболеваний и поражения, от других проблем и болезней, от ослабленности или наоборот более крепкого организма и многих других факторов, которые я указываю в видео «9 причин болезни». Что я рекомендую из растительного сырья, помимо этого, потреблять в этот период времени? Ну, во-первых, гвоздику молотую. Берёте качественную гвоздику, размалываете в кофемолке и начиная с 1 трети чайной ложки, 2 раза в день запиваем, ну, допустим, даже за час до еды или второй вариант после еды, через час-полтора в этом диапазоне водой. Вот этот размолотый порошок. И через неделю увеличиваете до чайной ложки 2 раза в день. Также неделю. Всё этого достаточно. Порой этого вполне хватает. Но спросите, на какой месяц начать приём вот этих трав, именно вот я имею в виду гвоздики, лучше всего после первого месяца антипаразитарной программы, после второго месяца программы с дождевиком и вот начиная с третьего месяца, со второй недели можно ввести дополнительный порошок гвоздики. Если есть серьёзные поражения на коже, то есть различные дерматиты и так далее, то тогда можно взять мяту. Это очень хороший старый рецепт. Мята трава, она промывается, высушивается или уже взять в сухом виде. Мелко измельчается вместе с листьями до такой жидкой кашицы. То есть, соответственно, в свежем виде это лучше всего. Сушёным там теряется часть свойств, можно размочить в воде, но тем не менее, порошок тоже допустим, хотя живой, как я уже говорю, гораздо лучше. И добавить туда щепотку немного гималайской соли, перемешать. Этот состав накладывается на поражённые участки кожи примерно на 60 минут, примерно раз в день. В течение 2-3 недель, как правило, излечение, по крайней мере, снятие внешних проявлений раньше происходит намного. После того, как мазь эту сняли, промыли участок поражённой кожи через час после нанесения. После этого я советую помазать эти участки кожи поражённой настойкой прополиса спиртовой 2-3 раза подряд. Один раз нанесли, высохло, но через несколько минут. Второй, третий раз. Это пчелиный клей. Он является очень сильным, помимо всего, противогрибковым средством. Вместо мяты, если её найти трудно, а чтобы сохранить, тем более, есть такое средство. По весне, когда на растениях сиренен набухают почки, сорвать, скажем, уже 10 примерно грамм или цветков, или бутонов набухших. Не пропустить этот период, главное залить полстаканами спирта пшеничного, качественного. Ну и, соответственно, в тёмное такое прохладное место поставить на 2-3 недели. Потом это процедить. Хранить можно в холодильнике очень долгое время, более года. И этой настойкой смазать поражённые места как можно чаще, несколько раз в день, до 5-6 раз в день. Это даёт очень сильный результат, кстати, у многих. Я советую вам приобрести мой инфопродукт номер 8, о котором сейчас дальше пойдёт речь. Где я разбираю огромное количество проблем, связанных с поражениями кожи, с молочницей, особенно для женщин, кандиды, соответственно, системного кандидоза, грибка ногтей и прочего. Но также, дорогие друзья, я советую вам приобрести мини-инфопродукт номер 13, потому что это важное дополнение, в котором речь идёт про подробные методики лечения именно грибными препаратами. При разных поражениях различными грибными инфекциями, вот этими грибами микромицетами. Это есть у меня лекция в открытом доступе на эту тему, а сейчас вы в конце в самом уже увидите, что входит в этот мини-инфопродукт. И ещё запомните одну очень важную вещь. В фунготерапии есть несколько важных правил. Одно из них гласит, что если вы начали применять курс фунготерапии приём грибных препаратов, то в этот период нельзя никакие грибы в пищу есть иные, ни в каком виде. Это раз. Второе золотое правило фунготерапии. Если вы начали применять грибные препараты, то нельзя делать перерывы в приёме грибных препаратов, чтобы не потерять лечебный накопительный эффект. У них идёт накопительный эффект. Поэтому так важно 5-6 месяцев. Грибные поражения, грибки лечатся долго. Это не антипаразитарная программа в один месяц. Тут всё дольше и сложнее. Всё зависит от очень многих факторов, которые, конечно, можно разобрать и на индивидуальной консультации. В том числе. Ну, смотрите дальше. Завершение видео. И, пожалуйста, я рекомендую вам посмотреть всё то, что я рекомендую посмотреть в обязательном порядке по ссылкам под данным видео. Для этого надо нажать ещё под видео. Откроются ссылки. Смотрите то, что я рекомендую. Всё там есть. Ссылки на всё, о чём была речь в данном видео, там тоже есть. Ну, хорошо. Значит, вот все те методики, о которых я говорил, которые я за годы наработал, это инфопродукты. Здесь даны методики абсолютно все, какие только понадобятся. Это избавление от всех грибковых инфекций. К тому же, вот здесь как раз я собрал такие методики и знания системные, что вы будете иметь у себя как настольное пособие. Это на всю жизнь вам, вашим детям, потом всем пригодится, близким, знакомым. Начиная вот от правильного питания, образа жизни, правил гигиены при этом, всё подробно. Комплексная подготовка. А ведь очень важно подготовиться к очистке организма и к лечению, потому что когда идёт лечение, погибать начинают грибки, их тела, трупы, выделяют дополнительные токсины. А у нас и так организм загажен, надо подготовиться правильно, чтобы не травмировать себя и свою печень, в первую очередь, и так далее. Природные методы лечения, потому что я не признаю химических и никогда бы своим детям, потому что жене своей не дал бы их и себе, поэтому и вам не даю. Я даю системный подход, когда грибок не успевает приспосабливаться. Это переработаны сотни методов, но я выбрал вот эти алгоритмы, самые действенные, сильные, потому что сейчас грибки тоже очень сильными стали. Имейте это в виду, особенно заразные грибки. Они учатся, они приспосабливаются, и вот в этом сложность. И я разработал здесь методики комплексные, которые гарантированно любое поражение снимут и уберут, и уберут причину, главное. И вот эти комбинации масел, прочее. Потом особая работа с содой, солью, перекисью водорода и комбинации этих примочек, повязок и прочих дел. Как это правильно использовать? И главное, как очистить потом еще организм продуктов распада, гибели клеток, токсинов. Вот это тоже здесь сказано. До новых с вами встреч, всего вам самого лучшего. Будьте здоровы, дорогие друзья!